Всем привет! Вы на моём канале и сегодня мы с вами поговорим о ЦСКА. Восьмого числа пятницы с международным женским днём ЦСКА одержала важнейшую победу и взяла 3 очка. Но на самом деле есть о чём поговорить. ЦСКА в гостях не без труда обыграла крылья советов за счётом 0-2. Сначала с подачи Виктора Давила забивает Виллиан Роша. А затем в начале второго тайма всё тот же Роша с подачей Мендеса забивает ворота Самарцев. Счёт 0-2, но ЦСКА просела, ну, традиционно во втором тайме, и едва не пропустила. Однако, однако, игрок Инфеев спасает ворота. Ну, ещё третьим героем стал дважды каркас ворот. В итоге 0-2 и важнейшие 3 очка берёт ЦСКА, таким образом реабилитировавшись за прошлую ничью Саренбулга. Однако это видео я снимаю не для того, чтобы просто рассказать вам о результате матча, ну, то вы это и без меня знаете. На самом деле, важнее всего поговорить о 16 потерянных очков. Да, ЦСКА потеряла 16 очков. И вот вы можете взглянуть на ваших экранах вот те самые матчи, в которых были потеряны важные очки. 16 потерянных очков, это имеется в виду, ведя в счёте. Один из таких был как раз домашний матч с Саренбулгом. Ну, и костевой тоже, как ни странно. Да, я согласен с тем, что ЦСКА сама отскакивала в некоторых матчах. Но согласитесь, из 16 очков ЦСКА могла хотя бы взять 10, ну, или хотя бы 8. И нынешняя турнирная таблица была бы куда, ну, скажем так, лучше. Однако имеем, что имеем. К сожалению, и ЦСКА набрал 32 очка. А если бы не потерял в тех матчах важнейшие очки, то имел бы 38, 40, а может быть, все 45 очков. Ну что ж, мы поговорили о ЦСКА, теперь поговорим о параллельных матчах. После ЦСКА Краснодар в гостях играл против Ростова. И Краснодар провёл очередной плохой матч. И в итоге был повержен со счётом 2-1. Хотя, как по мне, краснодарцы, по большому счёту, отскочили. И вообще, ростовчане, в принципе, удивили меня, пропустив гол от Кордобы. Тем более, статистика была в пользу Ростова. Ростов был хороший и в первом тайме, и во втором тайме. По большому счёту Краснодару было нечем ответить, так как ещё отсутствовал Спертиан. И, судя по всему, по этой причине у Краснодара мало что получалось. В сегодняшнем матче Динамо обыграло Ахмат со счётом 2-0, благодаря голу Чавеса и Чукавина. Ну а после Зенит обыграл Урал. Зенит обыграл Урал со счётом 1-4. И выиграло, ну, скажем так, необычно. Нанеся 4 ударов, и все 4 ударов оказались голом. Урал только в концовке смогла ответить одним голом. Ну, так сказать, гол престижа. И в итоге Зенит забирает 3 очка. И, конечно же, возвращает себе первое место. Ну, это вследствие плохой игры Краснодара в матче против Рубина и уж тем более Ростова. Ну, а теперь его конкурентом станет ещё и Динамо. Ну, а также парельно Пари НН обыграл Рубин со счётом 0-1. Притом Пари это сделала в гостях. Так что на этом у меня всё. Всем спасибо за внимание. Всем пока.